radical лебедки Никого! Смотрите, прошлый раз я выходила, и было ужасно все во льду, в снегу, но больше всего, конечно, льда было. А теперь... Та-да-да-даам! все растаяло и стало тоже ну не лучше во всяком случае весь участок превратился примерно в не знаю песочницу мокрую выходим хорошо хоть сапоги есть резиновые и хлюпом по грязи или по грязи а я сейчас своей мастерской так как большая часть работ в гараже со стенами закончилась я решила вернуться своему любимому занятию по бисероплетению и создать какую-то интересную весеннюю композицию потому что каждый раз из-за каких-то ремонтов организации и прочего ой смотрите кстати каждый раз из-за каких-то ремонтов организации и прочего я откладываю всевозможные работы проекты мысли я решила пока холодно я чуть-чуть приболела мои зрители и участники чата это знают температура там и все такое но я успела даже не очень хорошем состоянии все равно все что хотела диммер розетку всю все швы все закончила покраска и все правда я хочу еще бордюрчик сделать у меня для него едут из озон очень долго это чтобы жесткой области находятся в удмуртской республике специальные штучки потом покажу и расскажу без без бордюра плохо смотрится идет просто плитка не туда не сюда как-то странно я подбирала подбирала выбрала заказала только потом увидел что все придет только 2 марта конечно без этих без бордюра красить стены я не буду это новая технология кто знает здесь у нас были яблони и груши это нет ну вот это и это и это кажется яблони да тима где-то вычитал что для таких старых деревьев как нашей яблоньки они старенькие и видно было что с ними явно что-то не то них были испорчены листья часто были испорчены плоды ой тима за тобой кто-то идет а а почему мало черно-беленький а у него черненькое там внизу на шее тебе надо опять ему дать что-то от диареи а пока нет никого ой тима сделал грандиозное дело смотрите почистил на вес там так хорошо правда большую часть достаточно который я хотела использовать уничтожены но тима говорит что будут еще я специально их собрала в мешке я специально их собрала он увидите что сделал он просто все уничтожил уничтожил мои ну куда по твоему я должна была их убрать куда куда я должен был там убрать но у нас же нет утеплителя когда будет утеплитель тогда это закрыть так я и говорю надо утеплителем закрыть эти причем тут вверх а что-то говорит они что-то утеплитель да они сидят утеплитель короче говоря все уничтожил вот всем и причем я специально складывается заготовки то что их можно было обработать сделать очень красивые вещи видите участок большой столько всего важный только всего важно сделать декоративную ну зачем для этого специально покупать за 15000 деревья когда вот их сколько было обрезков за этих обрезков можно и медальончики оба забрала если ты мне помог я донести смогу до лестницы а поднять то нет почему донесла бы если ты сказал что приду помогу у меня до сих пор там стоит твой столик фрейзер конечно я просто я просто болела поэтому нашел сказал решай или сейчас я сожгу и ты уберешь ну как бы я с температуры то все убирала короче кусочку больше нет все приятное тоже есть по лестнице можно наконец спускаться ура ура деревья не беспокойтесь пожалуйста кто переживает по идее тут 50 на 50 или они сейчас очень сильно разрастутся в пушистые кусты но плодомостные кусты то есть яблоки можно будет прям руками снимать плюс внутри 50 процентов ствола было гнилым то есть она потихоньку умирала и листья были в очень плохом состоянии очень много веток было очень много то есть много энергии уходило всего полезного на эти ветки листья конечно это все не нужно должны сейчас вывести ветки и появится такая шапочка заполненная яблоками только ходит за ним ягненочек смотрите как хвостик прыг скак прыг скак короче весна наступила снег сошел а я видела диких птиц это были кажется дикие гуси клином летели летели они там живут обычно так что прощай зимушка зима увидимся надеюсь в следующем сезоне машетта у машетты прибавление в семействе тима отсадил видно я чем будет хорошо чуть-чуть подрастут все беленькие все одинаковые как их потом не путать обычно я кормлю на ночь около двенадцати иногда в девять тоже чем мои дежурства как всегда вечерние и ночные а тима весь день ну для него это не только обязанности это еще и съемка так что он совмещает приятное с приятным сказали чтобы просто так соску не сосал потому что наглотается воздух а это газы а для них это плохо как дела все в порядке раз молчат значит все хорошо нету нету ты все съел все выпил даже погулял а вот и коричневый пришел это все наши черненькой все-таки она стала лучше к нему относиться двум другим сначала категорически от них отказывался теперь нормально беленький у него иногда даже кушает шок прошел от обильного пополнения чего-чего нету нету я все выпил вот он ну ты тоже наверное кушал так что я думаю все в порядке у них такие мордочки маленькие как игрушечный она как будто бы спокойно нормально у нас есть девочка крестик у нее тоже было пополнение это пополнение не выжило они были какие-то очень худенькие страны такие даже форма мордочки была какая-то необычная но она их категорически с такой с таким нежеланием даже находиться рядом отвергала ну так и так и не получился из них мама овечки а этот как-то странно себя ведет во первых застыл во вторых дрожит почему непонятно может замерз на улице мне кажется надо под лампу что ли надо тиме сказать у нас здесь лампы есть пойду спрошу может он под лампы хочет как-то он замер застыл и подрагивает смотрите как дверь поломалась верка это калитка это же целая петля кошмар все-все разломали это наверное та самая девочка крестик тима тоже попробовал ее в наш маленький отсек для окатившихся и она тут металась металась пока не вырвалась через отверстие сейчас она закрыта дверку прикрыла потому что сквознячок какой-то шел неприятный закроя потому что этот маленький он как-то себя ведет мёрзнет что ли лучше чтобы не было такого острого сквозняка ладно у нас более-менее все в порядке пойдемте на фазанчика посмотрим фазанчик теперь на свободе ну кушает ты образцовая мамаша да из овчарни когда выходишь сразу на тайсона у него такое местечко отличное полный обзор и сюда и туда и на поле сидит следит за всеми эй тайсеныш гусей на ночь закрываем то я то тима а вот местечко смотрите что тайсон уже все напачку стройка очистка все потихонечку движется привет гусня хороший получился отсек для них они хоть могут безопасно гулять никто их здесь не обидит и и не не поскользнуться случайно можно прогуливаться а то сидят в закутке вот он маньяк на свободе привет маньяк оооо смотрите жерди есть вот может там посидеть ну как говорят ты на камеру нападаешь боже не надо пожалуйста маньяк 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 коза не пёрышко маленькое беру маленькое это хорошо можно на шляпку сделать например нет это для него не высоко смотрите как он легко туда забирается я думал высоковато Он всё-таки маньяк Смотрите, пошёл за мной Взлетел, сидит и Мечтает выбраться оттуда Побить меня А вот тебе шиш Маньячелл несчастный Сиди уже, сиди Наслаждайся погодкой Вот он, мой любимый Лев Лев с Тайсон Пойти, гуси Нет, Тайсон, подожди Гуси на свободе Тебе доверия нет Так что пока посиди, пожалуйста Ладно, договорились? Не договорились Смешной какой А Дэнко у нас теперь здесь Честно говоря, мы страшные Домрады Он нас замучил в пристройке Мало того, что он там устраивал Жуткие скандалы Со всеми подряд Ну и, конечно же Туалет и всё остальное Уже устали намывать Пол Таблетки даем Корм специальный Хондра какой-то там Тоже даем Смотрите, он тут совсем не хочет сидеть Конечно, понравилось пристройке На полном удовольствии На нагревающемся коврике Здесь ему лучше Здесь он, по крайней мере, может Беспрепятственно, когда захочет Делать свой туалет И никому не мешает Плюс воздухом дышит Да, Данюшка? Дышишь воздухом? И хоть немножко двигается А то он там уляжет на свой коврик Мне кажется, ему от этого только хуже Конечно, нужен покой Но не до такой степени Чтобы мышцы вообще Атрофировались И вообще перестали бы Держать его Мне кажется, от того, что он там сидел Ему становилось ещё хуже Мышцы становились совсем вялыми На задних ногах И вообще переставали его держать А здесь хоть какая-то нагрузка Небольшая Настоящая рабочая обстановка Боже, что только я не использую В этой тетради я делаю запись По скрипке И Видите, ещё и рисую Прикидываю Разные схемы и так далее Настоящая Творческая атмосфера Пополам с творческим беспорядком Всё Всё использую Я поняла, что Мне не хватает рабочей поверхности Не только Там, где что-то делаешь Но и Просто Разложить какие-то коробки Что-то перебрать Посмотреть Вот уже Некуда класть Надо что-то думать Здесь вообще Всё придётся Доработать Я, конечно, шкафы купила Они готовы Они стоили Ну что-то около Десяти тысяч За штуку Я сама собирала И сама красила Потому что Сборка и покраска Были очень дорогими Я от них отказалась Я сама всё собирала И сама красила Это обычная морилка Но Посмотрите Всё Заполнено Уже вываливается Мне не хватает места Мне мешает Немного пианино Даже не немного А очень мешает Мне приходится Каждый раз двигать В общем Мне нужно будет Придумать какую-то Перестановку Это всё так После того Как закончу мастерскую Так собрать Чтобы было Действительно удобно Сейчас пока Удобства И совершенства Я Не достигла В мастерской Но Лучше чем то Что было У меня раньше Не знаю Найду или нет В общем У меня раньше Прямо на полу Вот здесь Ничего этого не было Конечно же Прямо на полу Лежали Самые дешёвые коробки Из Фикс прайс С такими Отделениями И вот здесь Здесь ничего не было Это была пустая Комната Совершенно И В сумке Такой клетчатой Лежали Немного Пряжи Вот я Вытряхивала Всю сумку На пол С пряжи Чтобы что-то найти И точно так же На полу Искала В этих коробочках Перебирала Пакетики с бисером Нет Сейчас всё лучше Бисер у меня Вот здесь Я достаю коробку У меня Надписи на коробках Всё расфасовано Всё лежит Удобно Легко найти Это всё конечно А раньше Поиск какого-то материала Превращался В какой-то Длительный Дурацкий Процесс К счастью От этого я отошла Вот у нас Где Дэнка Теперь живёт Я вам говорила Мне кажется Ему там лучше На улице Можно гулять Когда захочешь Эта штучка Мне ещё пригодится Очень даже пригодится Мне надо Кое-какой предмет Поднимать К потолку Очень тяжёлый 50 килограмм Весит Погодка отличная Мне пришли формы Для бордюра Так что Работу с Украшением На 8 марта Лучше конечно Заканчивать Прямо сплю И вижу Когда же Я закончу Ремонт В мастерской Перестану заниматься Своими Непрямыми Обязанностями Потому что Ремонт это конечно Не моё Зачем мне это Я делаю Предметы декора Для сада И для дома И немного Украшения Я мечтаю Когда у меня Закончится Этот ремонт Я буду Спокойно Без спешки Без всяких Прерываний Просто сидеть И делать Предметы Украшения Решила Оторваться От работы Прогуляться А то я О это ужас Эта работа Так засасывает Ты сидишь Перебираешь Крохотные Даже не знаю С чем сравнить Там В одной бусинке 1,7 мм Я уже забыла Посмотрите Я один раз вышла Посмотрю Господи Забора нет Следующий раз выйду Тут еще чего-нибудь Не будет Или появится Я подумала Надо же Подышать воздухом Кажется Начинается весна Окончательно Без поворотно Хотя у нас уже Бывало такое В прошлом году Предыдущие сезоны Что вроде бы Вот-вот Сейчас все распустится Прилетят птички А потом вдруг Шел снег Или какой-то Сейчас тоже Очень прохладно Или достаточно Прохладно Но Ну хотя бы Солнышко Светит Ясно И вообще Чувствуется Приближение Весны Это здорово Привет Это я Я была В своей Мастерской Буду делать Сейчас Бутончики Но сначала Погуляю Я думаю Может в овчарню Сходить На малявок Посмотреть А еще у нас С машины Видите что И это ужас Потому что Мне нужны Материалы Для моей Текущей работы У меня так бывает Всегда Начинаешь какую-то работу И оказывается Что конечно же Чего-то нет И в этот раз Тоже Оказалось Что Чего-то нет Я это Чего-то По чуть-чуть Заказала В разных Магазинах Доставка У всех Разная И конечно же Мне нужно Доехать До места Чтобы получить На почте И так далее Или еще куда-то А машины Нету В общем Неудачное Стечение Обстоятельств Ну я Не унываю Что делать Так всегда Будет Я не могу Закупить Все материалы Сразу Чтобы ни в чем Не нуждаться Какие-то вещи Открываются Только во время Непотребность В каких-то вещах Открывается Только во время Самой работы А если работа Не начата То Вот сейчас Я поняла Что мне нужен Бисер Одиннадцатого Размера Такого же Цвета Потому что У фирмы Тоха Размер Пятнадцатый Одиннадцатый Восьмой И Там еще Есть разные Формы Треугольная Цилиндрическая Кубическая Вот я Поняла Это сейчас Для достижения Определенного Эффекта Я его заказала Конечно же Придет он на почту Как получать буду Не знаю Может повезет И к тому времени Машину Тима Отремонтирует Без второго Автомобиля Плохо Но Что делать Смотрите Как гуси Радуются Мне кажется Они довольны Что погода Наконец Потеплела Бедно Их лапки Им было Так холодно Хоть мы Их И закрывали И подкармливали Но все Соскучились По весне И солнышку И я тоже А вот Утром Тайсон Тут терся Я думала Может быть Он какого-то Гуся Загнал Беднягу И хочет Его сожрать Нет Привет Струсня Они наверное Тоже мечтают Вырваться Они такие Гулены Откроем Сейчас И побегут Обследовать Участок Подружились Ту-фу-фу Фасанчик Гуляет Привет Привет Наши любимые Индюшки Индюшки Струсня Это настоящая Струсня Привет Струсня Смотрите Он мне машет рукой Ой Это и с крылышком Пугливые Жалко Так хочется Потрогать Пообниматься А пугливые Надо Сидеть У них Чтобы они К тебе Привыкли Только потом Погуляю Немножко Подушу Воздухом Подвигаюсь И Засяду Опять За работу Нужно Сделать Несколько Бутончиков Обязательно Это Все Из серии Бисерная Флористика Привет Фазанчик Фазик Фазик Вот Это Ветка Которая звуки Издает Это Сейчас Нечего Три часа ночи Когда темно Тут Ухает И вдруг Это дерево Как в сказке Как будто Сейчас какая-нибудь Баба-яга Откуда-нибудь Вылезет Да, Бенчик? Бен Наконец Фазан улетел Ты лучше К нему не подходи Бенни Это Не фазан Это маньяк Какой-то Фазик Он мечтает Сюда вырос Смотрите Не убегает Верно подраться О, пуп какой-то летит Интересно Отчего Ох Все такое Холодненькое Как там наша рыбешка Поживает Интересно А мне все равно нравится Хоть умыло Хоть трава Все пожухло И примята Ну и что Все равно На природе Замечательно Солнышко Такое чудесное Все равно Когда на улицу Выходишь Испытываешь Такое Удовольствие От увиденного От природы От деревьев От неба Голубого Наполню водички И пойду уже отдыхать Это сегодня Последнее Ночное кормление Следующее Только утром Иди Иди к маме Вон Твоя мама Вон там Хе-хе Вот Иди Красавчик Ну все Всем спокойной ночи Давайте Укладывайтесь Спать У нас сегодня День Восьмого Марта Всех С праздником И у нас Видите Какой подарочек Пополнение Это Липучка И у нее Два Очаровательных Ягненка А у У меня Ничего Нету Нету У меня Ничего Ты что И они Уже Кушали Вы не Переживайте Зрители Они уже Кушали У черненького К сожалению Одного Черно-беленького Нету Ой Ну что ты делаешь А Нету Он наверное Сладенький был Хотя Очень хорошо Кормили Покупали Хорошую смесь Прям питательную Все такое Ну видимо Последний А что Что мы кричим Что жалуемся На что жалуемся Товарищи Так Ну нету У меня Ничего Ай Давайте Я его туда Вот так И ты тоже Беленький Мне нравился Черно-белый У него была Необычная Окраска Ну ладно Раз все в порядке Пойду дальше Заниматься Своими делами Снег почти растаял На улице Приятно Гулять Правда Сегодня пасмурно Но Лучше Чем Раньше Привет Гусня А вот и гусики А это Тасеныш Наш Любимый Тасен Ты спрятался? Прям за стойкой Сел Привет Тасен Редактор субтитров Корректор А.Кулакова